займемся теперь анимации рта когда персонаж моргает скорее всего рот может вполне оставаться в покое но когда персонаж становится из нормального довольно таки ненормального данном случае грустным рту нужно измениться вот мы видим что 24 до 30 кадра ему обязательно нужно измениться поэтому выделим точки рта и чуть-чуть их пошевелим потому что именно с этого момента рот начнет менять свою форму если этого не сделать то задав ему новую форму в 30 кадре мы устроим анимацию самого нулевого кадра по 30 я надеюсь вы забудете пошевелить 24 кадре точки рта и убедитесь в этом что надо обязательно обозначить ключами начала движения и так 30 кадре меняем форму рта о причем полезно пошевелить все точки хотя бы немного ну например вот такой персонаж с таким ртом выглядит более или менее гармонично в нем выражение глаз соответствует выражению рта в течение некоторого времени когда глаза демонстрировали свою эмоцию зрителям полезно немножко пошевелить наш рот чуть-чуть приподнять его можно нажать клавишу табулятора выделятся все точки рта и просто подвигать его весь рот нажмем enter снимем выделение и так у нас вот на этом участке между какими-то крупными переменами настроения немножечко дышат глаза и дышит рот чтобы он не был каменный вот здесь где глаза моргают можно тоже чуть-чуть взять да и пошевелить рот только шевелить все его точки так чтобы не было каменная вот здесь где у нас ничего не происходит я тоже взял да и пошевелил рот чтобы персонаж не был такой неживой вот здесь у нас происходит крупная перемена выражение глаз давайте устроим здесь тоже перемену выражения рта сначала сделали все ключи обозначили начало анимации рта а теперь давайте устроим глобальную перемену настроение о рта давайте сделаем такую вот такую не симметрично вот видите раз наш герой стал суровый и непреклонный прищурив глаза надо также немножко пошевелить рот вот давайте вот так доведем до полного состояния хищника проверяем да аж холодок по коже бери бежит у меня перематываем кино и смотрим его персонаж дышит живет моргает вдруг что-то может его испугало он опечалился моргнул в печали своей и через небольшой промежуток времени вдруг он переменил настроение и так анимация лица почти закончена осталось только может быть вспомнить что у нас есть зрачки у нашего персонажа что можно сделать с рачки со зрачками ну во первых явно надо их куда-то прятать когда персонаж моргает глазами вот это прятание проще всего осуществить значит мы видим что вот в кадре примерно седьмом мы уже должны наши глаза спрятать для этого можно заглянуть в свойства слоя и сказать что наш слой становится невидимым по-моему это делается нажатием вот на эту галочку спрятали но я могу ошибиться а нет не то галочка вот здесь вот композиционные эффекты анимируемые это галочка меняет прячет слой практически навсегда а вот эта галочка делает его невидимым и этот процесс эффект будет анимационные можно включать и выключать видимость окей все мы видим что даже на таймлайне показано что эти наши зрачки исчезнут думаю что в этом кадре они должны появиться поэтому мы опять заглядываем свойства и ставим галочку визибл окей мы на таймлайне хорошо видим что они исчезали если мы подвигаем движок видим действительно что они пропадают на время потом появляются в данном случае наши глаза могли бы много чего сделать вот в данном случае тоже надо моргать вот в этот момент глаза а точнее зрачки мы делаем невидимыми а еще точнее слой так и вот в этот момент они снова становятся видимыми видимыми и так на таймлайне хорошо видно два участка где у нас видимость слоя вот этого глаза с зрачками равна нулю так о как хорошо получилось мы почти попали в данном случае когда у нас надо подвинуть содержимое слоя вот в этот момент я включаю кнопочку translate layer двигать слой и немножечко чуть-чуть двигаю слой так кстати можно говоря вообще двигать зрачками менять направление взгляда туда-сюда налево направо вверх вниз а вот здесь вот в этом кадре я возьму да и опущу наши зрачки не обращайте внимание на вот это вот на носу появилась линия которая показывает куда мы поехали это очень удобно хорошо и прекрасно так можно еще немножечко опустить их можно немножко повернуть содержимое нашего слова я вокруг этого вот центра между прочим и так мощная анимация глаз рта и зрачков практически закончена вам рекомендуется сделать то же самое сначала анимацию формы глаз потом анимацию рта и потом зрачки спасибо за внимание